С Израиля, все приедут с Израиля, у нас почему-то в Израиль уехали абсолютно все. Какая-то предсмертная агония, да, они детей, жен с собой взяли туда. Естественно, это смешно, любая ошибка может привести к 100% дисклификации показательному суду. Мы должны думать о всей тяжелой атлетике всей страны, поэтому лучше лишний раз перестраховаться. Он боится оступиться, он боится, он перестраховывается, но он не думает в первую очередь не о себе. Я бы делал то же самое, я бы, может, даже еще жестче делал на его месте. Я таких на самом деле немного знаю, допустим, это ты, это Клоков и тот же могу назвать Малыгин, да. Все, у нас раз-два общался таких прям людей, которые гнут свою линию и постоянно-постоянно... А кому передавать? Передать членам исполкома, либо мне, либо Владу Малыгину. Ну, я не знал. И эти вопросы мы можем озвучивать на исполкоме. А мы для этого и нужны членам исполкома, которые будем доносить до членов всех, до собрания вот эти вопросы. Продолжение следует... Со спортивной деятельностью и попроситься. Я на самом деле общался, я смеялся. Я тоже думал, может, для многих это какая-то предсмертная агония. Да, они детей, жен с собой взяли туда. Естественно, это смешно. Одну из версий, что это предсмертная агония, может, что решили все съездить. Вот в Израиль последний раз. Ну, ребят, ну, действительно, тренеры, но это смешно. Мы все-таки работаем. Я понимаю, что хочется поехать с семьей отдохнуть. Давайте это делать в нерабочее время. Если вы едете на такое мероприятие, как первенство Европы, вы должны ехать и работать. И не надо с собой жен, детей, не знаю, там, любовниц тащить. Это смотрится, особенно, когда это все люди видят в социальных сетях сейчас. Да, это общедоступно абсолютно. Даже иностранцы снимают и через иностранных назвинов это все. Это неправильно. И я думаю, что, опять же, Максим Октябринович, будучи президентом сейчас, с церковью и генерацией после этого общего меренства Европы сделает замечание, сделает в дальнейшем какие-то свои шаги. Конечно, я еще раз скажу, можно ехать с семьями, можно. Но вы тогда позаботьтесь, чтобы ваша семья с людьми, она как-то была отдельно, приехала просто как с зрителями, наверное. Работа отдельно, семья отдельно? Да, вы приехали работать, не надо это путать. У нас понятия начинают путать тренеры, у многих тренеров. Они едут в основном, такое ощущение, что многие едут в основном отдыхать и чуточку там вывести своих спортсменов, думая, что это уже не работа, а так уже работа основная сделана. В продолжении по поводу этой Европы, я слышал, что не все, но сначала была заявлена огромная команда среди девушек, юношей разных возрастов. И до меня дошла информация, ну я просто узнал через знакомых, что оказывается не все спортсмены были допущены из-за того, что у них допинг-контроль, ну и сейчас же у нас нету российского контроля. И в связи с тем, что они не прошли его, поехали только те, которые когда-либо там в течение года прошедшего были на международных соревнованиях и там сдавали контроль. Ты знаешь, это все сделано, делается. Я понимаю, что это все делается. И это правильно, что мы сейчас находимся в такой ситуации, просто в патовой ситуации, что любое наше неправильное действие, любая наша ошибка, мизерная, может привести к краху. Поэтому, когда я слышу мнение, что это страхуется сам Агапитов, Да, да, сейчас есть в социальной сети, я читаю, да. Это страхуется Агапитов, и люди просто и рассказывают. Это на самом деле, что перестраховывается, боится, оступится лишний раз. Он боится оступиться, он перестраховывается, но он не думает в первую очередь не о себе. В первую очередь, я бы делал то же самое, я бы, может, даже еще жестче делал на его месте, да. Потому что многих бы из данного состава, которые сейчас поехали, я бы не повез. Только из-за того, что мы находимся сейчас в такой ситуации. Любая ошибка может привести к стопроцентной дисклификации показательному суду, то, что сейчас происходит, то есть, все выкладывают Макларен свои вот эти вот речи. Это сейчас надо быть осторожным на стопроцент. Поэтому я прекрасно понимаю, лучше, скорее всего, лучше сейчас лишний раз перестраховаться. Не надо показывать сейчас, что мы такие молодцы. Я понимаю, что это, знаешь, какая такая ситуация двусторонняя, что ребятам, многим ребятам надо уехать, чтобы заработать зарплату, да. Но сейчас мы должны думать не только о себе, мы должны думать о всей тяжелой атлетике, всей страны, поэтому лучше лишний раз перестраховаться. Поэтому я прекрасно понимаю и тренеров, и Агапитова. Вот мне, как, ну, можно сказать, блогеру, такому активному пользователю YouTube, интернетом, и ты, как вице-президент Федерации тяжелой атлетики России, ты же имеешь какое-то слово, вес твоего слова, к тебе, может быть, прислушиваются. Я просто хотел бы через тебя, я думаю, меня многие поддержат, обратиться в том смысле, что вот раньше у нас особенно юниорские, ну, возрастные вот эти соревнования, когда проходят в каких-то городах, там, Оскол, Владимир, ну, неважно где, раньше они нигде не освещались. Сейчас проходят прямые трансляции. Все мы среднего возраста, вплоть до пенсионного, все мы работаем. Порой, сейчас жизнь тяжелая, порой бывает и на двух работах работаем, и не имеем возможности смотреть эти прямые трансляции. Но получается так, что после того, как они проходят, это нигде больше не появляется. То есть я, когда один раз присутствовал на такого рода соревнованиях и подошел к человеку, который занимался трансляцией прямой, я у него спросил, вот вы сейчас видео сняли, что дальше потом с ним будет? А он мне говорит, вот ты, говорит, видишь жесткие диски? Я говорю, ну, вот он у меня полностью весь забит. Как ты считаешь, что с ним будет? А он мне нужен. Конечно же, вот мне заплатили за предоставление прямой трансляции, я ее сделал, денежку получил. Дальше все, я приду домой, да, и жесткий диск сотру. Вот нельзя ли, если, допустим, сейчас в федерации нету, допустим, канала, нету человека, который этим бы занимался? Ведь можно же через каких-то блогеров, там, я вот уже пять лет занимаюсь освещением соревнований, выкупать, либо... Я тебя понял. Я тебя понял вопрос, и это... не просто людям нужно, чтобы увидеть завтра то, что было вчера, а для того, чтобы для истории, те, кто вчера 15-летние, они же когда-нибудь могут стать олимпийскими чемпионами, а мы их видим по итогу, только в конце. Не, согласен, у меня знаешь, как я... А интересно же смотреть, как они становятся, эти человеком. Да, я сейчас видео кто-то выкладывает, многие, ты, кстати, достаешь новые видео. Я там поднимал в детстве своих знакомых, друзей всех. Да, это же интересно смотреть всегда. Особенно, когда вот этот, что олимпийский чемпион корявый, и мы понимаем, что он такой же, как мы. И все здесь сделать, да. При желании, при туда любви. Я согласен. Я думаю, как раз это сейчас... Может быть, это затронуть на каких-нибудь собраниях. Сейчас нужно это делать. Пока, как говорится, куриное железо, пока горячо, потому что пока... Тем более, Агапитов Максим Октябринович, он, я считаю, наше поколение, молодое... Он сам занимается этим, он сфотографирует. Поколение, да, он сайту предоставляет, связан с информационной системой. Поэтому, я думаю, он положительно откликнется на это. Я считаю, в любом случае, для этого нужен отдельный специальный человек в федерации. Ну и можно и канал также в YouTube открыть. Это же несложно, зарегистрировать его как федерация тяжелого атлетики России. Я считаю, что здесь именно должен какой-то либо прям вот фанат-фанат там работать, либо человек-профессионал, который умеет это делать. Потому что я таких, на самом деле, немного знаю, да, допустим. Это ты, это Клоков и тот же могу назвать Малыгин, да. Все, у нас раз-два общался таких прям людей, которые гнут свою линию и постоянно, постоянно, да. Я даже себя таким не могу, потому что у меня кто появится, у меня все от настроения. Сегодня появилось, завтра исчезло. Вот, а именно там действительно это должно быть. И просто вам, таким фанатам, нужно не бояться общаться. В плане того, что сейчас вот я тебе сказал, что у нас будет исполком. Ты об этом уже знаешь. Ты можешь все свои вопросы письменно подготовить. Можете даже их подготовить не лично от себя, а ты подготовить либо от федерации тяжелого атлетики Московской области, либо от ветеранского движения. А кому передавать? Передать членам исполкома, либо мне, либо Владу Малыгину. Я не знал. И эти вопросы мы можем озвучивать на исполкоме. Либо эти вопросы заранее на исполком говорить, что я хочу обсудить вот эти вопросы. Либо эти вопросы включат в сам исполком, либо мы эти вопросы решим в разном. Будем разговаривать на них. Просто людям не надо бояться. Мы все, я очередной раз говорю, что мы все одинаковые. Мы ничем никто не изменяются. Кто-то в должности. Для меня Максим Октябринович, он так все остался Максом. Мне очень приятно, когда он мне сейчас говорит, Димон, привет. И там, Дима Берестов. Димон так же, как спортсмены, мы общались, так же общаются. И вот это, оно должно сохраниться. Поэтому если у любого есть какие-то вопросы, что он хочет решить, он должен не бояться обратиться и просто спросить, как мне это сделать. У меня есть такой вопрос, я его хочу обсудить. У вас будет исполком, я его хочу обсудить и вынести на обсуждение. А мы для этого и нужны члены исполкома, которые будем доносить до членов всех, до собрания вот эти вопросы. Все. А вот мы с тобой иногда встречаемся. Я могу, например, тебе передать. Конечно. А другим остальным людям как быть? С регионов, с других городов? Мы все, мы опять же общаемся. Опять же только через Федерацию, как-то свои, да? Не обязательно через Федерацию. Можно, вы знаете, вы можете узнать... Через соцсети. Через соцсети, вы можете узнать телефоны членов исполкома и на них отправлять. Ну, естественно, лучше это отправлять все в письменном виде. Субтитры создавал DimaTorzok